Найс обновил дрова. Привет! Возможно, как вы уже поняли, речь сегодня пойдет о обновлении видеодрайвера AMD Adrenaline Software Edition. Точнее, о море проблем, которые принесло это обновление, и все последующие обновления, призванные устранить предыдущие, лишь накапливали новое. Таким образом, цель данного ролика – донести до вас, что делать вообще с этим драйвером, с этими картами AMD. А если вы собираетесь брать карту от AMD, то стоит, возможно, повременить. Об этом обо всем сейчас и пойдет речь. Допустим, вы видели уже в начале ролика, в моем случае, на RX 460 карточке полностью начались проседания по FPS в играх. Это после последнего обновления 20.1.4. Обновил драйвера видеокарты от AMD, и теперь имеем огромные просадки по FPS. Раньше такого не было. Как бы ни настраивал, все равно просадки есть. Плюс включил вертикальную синхронизацию, и теперь FPS должен соответствовать герцовке монитора. В моем случае это 60. Но нет, он выше. Как будто эта функция вовсе не работает. Не знаю почему. Также хочу показать вам новую функцию Radeon Boost, о которой много говорит производитель AMD, которая призвана увеличить производительность игры. Что же мы видим на самом деле? На самом деле она настолько замыливает картинку, что просто вырезает глаза. Невозможно играть, невозможно на это смотреть. Я думаю, что с корявыми обновлениями все понятно. Давайте же теперь посмотрим, что же вообще вошло в новое обновление 21.4. Во-первых, это внедрение поддержки стратегии Warcraft 3. Следующее, это на высоких настройках графики, на некоторых видеокартах, например, RX 5700XT. Теперь будет больше рост производительности, приблизительно на 11%. Исправлены некоторые проблемы с API Vulkan, которая была внедрена в прошлой версии обновления. Исправили некоторые проблемы с Radeon Relife. Таким образом, Radeon Relife не переключал запись на рабочий стол при запущенном окне Radeon Software. Также звук периодически отсутствовал в записях Radeon Relife ближе к концу клипа. Параметр целочисленного масштабирования был недоступен для Windows 7 или просто не отображался. Теперь это исправлено. Были решены и другие проблемы. Также им доизвестно о иных проблемах, которые впоследствии они обещают решить. О исправленных проблемах, а также о тех известных недостатках, которые они собираются исправить, они пишут на своем сайте. Ссылочку я оставлю в описании, чтобы вы могли почитать подробнее. Но эти проблемы не совпадают с жалобами реальных пользователей. Например, под моими видео на эту тему скопилось немало комментариев. У кого и какие проблемы присутствуют. Сейчас вы можете их увидеть. Сейчас вы можете видеть перед собой комментарии, в которые говорится, какие у людей проблемы. Вот один из них, например. RX 5700 вообще кошмарит на 21.1. Вылеты, зависания, ребуты, черно-зеленые экраны. Пробовал на нескольких компьютерах, ничего не помогло. Поехали дальше. В 21.3 они снова вернули эти баги. Хорошо. А вот интересная проблема, с которой столкнулся и сам. Подскажите, пожалуйста, что делать, если на Vega 56 периодически вылетает синий экран смерти. У меня он тоже пару раз вылетал. А также потом и еще раз. С чем это связано, сложно сказать, но это факт. То есть после последнего обновления у людей начали вылетать синие экраны смерти, связанные с ошибкой в видеодрайвере. Вот еще один. При обновлении на новый драйвер в меню игры начинается мерцание и полосы. На всех драйверах такое. Кроме 19.12.1. То есть на всех новых имелось в виду. Еще один из интереснейших комментариев. Отключил встроенную видеокарту и пока вообще видеокарту не задействовал. В итоге нет FPS. То есть в старом драйвере была обычная функция в настройках переключения видеокарты. В этом драйвере как-то все сделано очень сложно. По идее он должен переключаться автоматически, но у многих людей, это уже не первый комментарий, он не переключается. То есть если у вас есть и дискретная видеокарта и встроенная, то почему-то все работает именно на встроенной. Есть такая проблема. У меня есть все способы по переключению видеокарты в видео, которые оставлю в описании. Точнее ссылочку на него, можете посмотреть как это сделать. Но многим людям не помогают и эти способы. Имейте в виду. Следующий интересный комментарий. Адреналиновские драйвера срезают 20-30% мощности видеокарты. То есть потребляет. Даже еще я встречал некоторые комментарии, там писались именно определенные процессы в диспетчере задач, связанные с видеокартой, которые не по понятным причинам вообще съедали производительность. Следующий комментарий. Как ограничить FPS во всех играх? Как это можно было сделать в старой версии? Да никак. Функция вертикальной синхронизации, а также функция Radeon Chill в принципе не работают. Я это проверял, ставил ограничение FPS, не работает. Также много комментариев по этому поводу пишут люди. То есть у меня ни у одного так. Вот они реальные проблемы, о которых AMD почему-то молчит. И сейчас на самом деле я могу листать бесконечно. Здесь огромное количество комментариев. Я вам перечислил самые популярные проблемы, с которыми сталкиваются люди. Вот эти проблемы необходимо устранять. Почему AMD этого не видит, я не знаю. Увидят ли, когда они закончат свое бета-тестирование и все проблемы будут исправлены, неизвестно. Сразу же хочу ответить на вопрос по поводу подобных комментариев. Почему у меня нет разгона? Захожу я в производительность, а там нет такой настройки. Да потому что ваша видеокарта, скорее всего, просто и напросто ее не поддерживает и не поддерживала в предыдущих версиях. Так что этот вопрос исчерпан. Также хочу еще ответить на несколько вопросов, которые обычно люди задают в комментариях. Это именно как изменить режим масштабирования. Заходим в настройки, выбираем игру, либо же настройки глобальные. И здесь справа в настройках дисплея будет режим масштабирования. То есть по центру изменяете разрешение, естественно у нас будут черные полосы. Полная панель и у меня стоит сохранять соотношение сторон. Вот здесь можно либо убрать черные полосы, либо их добавить. Все зависит от того, какое разрешение вы ставите. И на вопрос о том, как сделать фпс стабильным, чтобы он соответствовал герцовке монитора, есть такая функция ждать вертикального обновления. Ставите всегда включено и по идее она должна работать. Но в данной версии драйвера, в этом обновлении, она у меня лично не работает. Также надеюсь, что теперь картина для вас прояснилась и вы понимаете, что данный драйвер сильно недоработан и что на многих видеокартах, подчеркиваю, на многих не на всех, может быть огромное количество каких-либо проблем. К слову говоря, у меня есть уже несколько роликов о подобных проблемах с этим драйвером. Все они будут в описании, так же как настроить этот драйвер. Но в моем случае мне уже даже настройка не помогает. В чем суть, что они именно там сломали, не могу сказать наверняка. Единственное, что хочу сказать точно, что не стоит покупать пока что данные карточки, если вы не хотите мучиться. Или же устанавливать сразу же архивный драйвер 1912.1. Ссылочка на него также будет в описании, а также на тот ролик, как это сделать правильно. Полностью удалив старый. Я думаю, что актуально будет устанавливать новый драйвер, когда его полностью пофиксят. Пофиксят все проблемы, которые есть в нем. Это будет достаточно не скоро. А пока что, я считаю, идет бета-тестирование и исправление ошибок еще будет очень долго, потому что их огромное количество.